7 класс, 20 серия. Третий признак равенства треугольников. Если три стороны одного треугольника, соответственно, равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны. Рассмотрим треугольники АВС и А1В1С1, у которых АВ равно А1В1, сторона ВС равна стороне В1С1, а сторона АС равна стороне А1С1. Приложим треугольник АВС к треугольнику А1В1С1 так, чтобы вершина А совместилась с вершиной А1. А вершина В совместилась с вершиной В1. И так, чтобы С и С1 оказались по разной стороне от прямой А1В1. Возможно, три случая, когда луч С1С проходит внутри угла А1С1В1. Когда этот луч С1С проходит вне угла и когда совпадает с одной из сторон треугольника. Рассмотрим первый случай, когда луч проходит внутри угла. Вот так, как вы видите на рисунке. Так, давайте рассмотрим треугольник А1СС1. Этот треугольник является равнобедренным, потому что А1С равняется А1С1. Треугольник равнобедренный, углы при основании равнобедренного треугольника равны. Так, теперь давайте рассмотрим треугольник СС1В1. В этом треугольнике тоже есть равные стороны. Вот две стороны равны. Значит, треугольник равнобедренный, углы при основании равны. Мы можем сделать вывод, что будут равны углы А1СВ1 и А1С1В1. Так, ну, а теперь давайте рассмотрим треугольник А1СВ1 и А1С1В1. Эти треугольники равны по первому признаку, по двум сторонам и углу между ними. Теорема доказана. Первая задача. В данном четырехугольник АВСД. АВ равняется СД. ВС равно АД. АС – это диагональ четырехугольника. Может ли угол В быть прямым, если угол В тупой? Итак, угол В тупой. Надо выяснить угол В, может ли быть прямым. Давайте рассмотрим треугольник АВС и треугольник АДС. Эти треугольники равны по трем сторонам. По две стороны равны, исходя из условия задачи. И АС – это общая сторона. Значит, угол В будет равен углу С в равных треугольниках. Соответственно, элементы равны. Если угол В тупой, значит и угол В тоже будет тупой, но не прямой. Вторая задача. Точка О – середина отрезка АВ. Угол СОВ прямой. Верно ли утверждение, что точка С равно удалена от точек А и В? Итак, О – середина отрезка АВ. Угол СОВ прямой. Значит, угол СОА тоже будет прямой, потому что это два смежных угла, сумма которых 180. Если один из них 90, значит, другой тоже 90. Так, теперь давайте рассмотрим треугольник АСО и треугольник СОВ. В этих треугольниках АО равняется ОВ, потому что О – середина отрезка. Есть равные углы прямые, а сторона СО общая. Значит, эти треугольники равны по первому признаку. Значит, АС сторона равна стороне второго треугольника СВ. Значит, точка С будет находиться на одном и том же расстоянии от точек А и В. Значит, точка С равна, удалена от точек А и В. Третья задача. Можно ли на стороне НК треугольника МНК… Так, давайте обозначим заглавными латинскими буквами вершина треугольника. Это будет М, Н и К. Итак, можно ли на стороне НК треугольника МНК построить точку, равноудаленную от вершин М и К? Чтобы построить точку, равноудаленную, надо найти середину отрезка МК, обозначим ее буквой О, затем провести прямую перпендикулярно прямой МК, проходящую через точку О. И вот в той точке, где эта прямая будет пересекать сторону треугольника НК… Значит, давайте отметим точку. Это будет точка Е, точка пересечения НК и перпендикулярной прямой, прямой перпендикулярной к МК. Так вот, точка Е будет как раз равноудалена от М и от К. Доказательства проводятся точно так же, как в предыдущей задаче. Мы можем доказать равенство треугольников МЕО и ЕОК. Значит, МЕО и отрезок равен отрезку ЕК. Значит, точка Е равноудалена от точек М и К. И точка Е принадлежит стороне НК. Четвертая задача. Сколько треугольников вы видите на рисунке? Значит, сначала давайте сосчитаем треугольники, которые состоят как бы из одной части. Раз, два, три, четыре, пять треугольников. Так, теперь треугольники, которые состоят из двух частей. Так, вот это будет первый треугольник. Да, вот первый треугольник. Потом точно так же, значит, будет второй, третий, четвертый. Значит, еще четыре. Теперь треугольники, которые состоят из трех частей. Вот я сейчас покажу один из таких треугольников. Вот из трех частей. Вот это будет один треугольник. Потом будет еще один и еще один. Значит, три таких. Так, теперь сколько будет треугольников, состоящих из четырех частей? Их будет два. Значит, вот это будет один, состоящий из четырех частей, и еще один. Так, ну и треугольник, который состоит из всех пяти частей. Если сложить эти числа, мы получаем ответ 15 различных треугольников на рисунке.